Добрый день! Меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек. И сегодня мы с вами поговорим о солнечных ожогах. В первую очередь не стоит обращаться к народным рецептам использования молочнокислых продуктов сметаны и кефира. В них содержатся молочнокислые бактерии, а также продукты брожения, которые только усилят раздражающие действия, а также увеличат площадь поражения. Маслом после ожогов кожу тоже мазать нельзя, поскольку масло образует на коже тонкую пленку, то может нарушиться теплообмен и кожа будет страдать еще больше. Самый простой алгоритм ухода за сгоревшей кожей это охладить, успокоить и увлажнить. Охладить кожу поможет прохладный душ или компресс. Также можно воспользоваться тоником, термальной водой или гидролатом. Тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера из линии анти-эйдж идеально подойдет для таких случаев. Чтобы успокоить кожу, нужно нанести на пораженный участок плотным слоем средства, которое содержит пантенол, бисоболол, экстракт алоэ, экстракт цинтеллы азиатской или другие успокаивающие компоненты. В коллекции Гильтек есть гель интенсив регенерация, который был специально разработан для ухода за поврежденной кожей. Благодаря своей формуле он быстро сокращает реабилитационный период, успокаивает, увлажняет и заживляет кожу. Если в вашей косметичке есть сыворотка интенсив омоложения, можно воспользоваться ей. Благодаря своему составу она хорошо снимет воспаление и быстро успокоит кожу. Для увлажнения обгоревшей кожи хорошо использовать гелевые текстуры или мягкие эмульсии. А если кожа начала шелушиться, рекомендуем попробовать вам наш массажный крем SPA апельсин, который имеет ламеллярную текстуру, не оставляет следов на одежде, а также поможет защитить нежную кожу от внешних воздействий и шелушения. Также для защиты особо чувствительной кожи можно использовать безводный гель Skin Saver. А на сегодня у нас все. Желаем вам хорошей погоды. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, оставляйте свои комментарии.